У нас во всем пансионате отрубился свет. Ну я читала все раз с телефона про Абхазию и там предупреждение такое, что не удивляйтесь, может иногда на какое-то время вырубится свет. С другой стороны, даже в России без предупреждения вырубается свет, то что уж говорить о подобной стране. С ее трагическими, считаю, прошлым, недавним. Я увидела какое-то дерево. Почему-то у него такой квадратик не скошенный. И, кстати, вот тут есть мусор, но учитывая, как он выглядит, я думаю, как ведут себя местные люди. Этот мусор исключительно от русских туристов, тех самых, которые, ну есть плохие русские туристы, которых можно назвать русскими свиньями, которые оставляют неблагоприятное впечатление в целом о российском туристе, именно благодаря которым считают, что российские туристы все поголовно. Прям полный крындец. Я позвонила Ахре. Я чуть была уверена, что Ахра эта женщина оказалась мужчиной. Ну и завтра меня от главных ворот. На главный уход заберет экскурсионная машинка. В 17.00. В принципе, я тут, как бы, с одной стороны, ожидала несколько иного. Я, наверное, уже говорила. Но, с другой стороны, в принципе, то, что есть, не обязательно считать это негативом. И то, что кому-то оказывается неприятностями или негативом, можно обернуть себе на пользу. Сейчас я попробую подойти, кстати, приблизить это дерево. Что это вообще за дерево? Я вчера обнаружила сливу. Молочу, скорее всего, но она еще не зрелая. И на полу у дерева валялись несколько язодин. Я так подняла для памяти калфеточку бумажную. Может быть, получится сейчас показать. Так. Какого у меня там окно-то ходит? Вот зеленый стульчик, это мое. Мне вчера даже писал какой-то человек, типа зритель меня, моего канала. С кучей-кучей вопросов на тему, как вот я поехала в Абхазию, что там набрать и тому подобное. Ну, как спросили, так и ответила. Этот, конечно, у меня был, ну, очень большой. И человек сказал, что ему нравится переварить. Со мной подходим к чему-то красивому. Правда, это самое дерево, которое очень хотела тут увидеть, я еще не нашла. Но и что-то сегодня я девочек не видела ни Оксану, ни Алису, чтобы спросить насчет, где у них тут есть лифт, этот самый эвкалипт. Вообще, я помню в детстве, в начальной школе у нас был клуб, не помню название, но всякие-таки растения там, лягушка гляв включалась, еще что-то. Короче говоря, мне очень нравилось эвкалипт и ба-баб. Мама мне читала про эвкалипт, ба-баб. В общем, это у нас какие-то цветы. Я все-таки смогла заснять на камеру второй этаж безболезненно, без настырного товарища, который тут уехал. В общем, что-то такое интересное. В принципе, мы что-то такое вчера с этим геном видели, когда что-то из магазина. Я буду потом спросить что-то. Некое растение. То растение ничем похоже дело не пахнет. Интересное какое. Ну-ка. Как человечек. Почему-то вспомнились сказки дедушки Римуса. А где оно тут дальше? Ну и тут не лови. Точнее сына. Буду идти только там, где прокошено, а то я уже тут ножку об какую-то колючую травку шарахнула. Вот эта вот штука очень колючая. Сейчас зацепила мою сумочку. Но она жёлтеньким чем-то цветёт. И я её уже фоткала. И может быть даже снимала. Может быть надо было бы ином месте пройти. Ну что тут как-то стрёмненько зацел. Растение какое-то. Интересное. Не, сюда в принципе можно вернуться. Вот так даже именно в этот пансионат. Когда уже знаешь, что конкретно тут ожидаешь. Хотя возможно в следующий раз тут будет много народу, если я в люк запишусь. О! Какие серёжки. Малюшенькие цветочки. Похоже на берёзовые почки. Или как вот там берёзовые серёжки. Всё-таки я прошла этот жуткий путь. Колюченький. Вон там такое же красное цветение. Хочу себе взять бутончик на память. Если там не будет муравьёв. Ну и вот здесь видимо можно пройти бить болезненно. Малюшенькая колючую кустарнику, которая хочет заныкать сумочку от камеры. В общем, к концу самого забора так вот не подойдёт тут. Не знаю местности. И в том, в чём я всё-таки умудрилась обгореть. Причём левая плечо больше обгорела, чем правая. И как-то это происходило. Вообще тут загар какой-то странный идёт. Кусок тела вылез там допустим из воды и он загорает. А то, что по бокам, ну вообще пофиг даже если ты перевнёшься. Вчера специально стоял, некоторое время стоя. И ничего у меня так не загорело. Ну по крайней мере не так, как хотелось бы. Или как ожидалось. Тут даже когда сидишь на качельке. Я сегодня поэтому в футболке. Не то чтобы она в длинном уголок, но она закрывает плечи. И в этих бриджах. Или кто они у меня, капри. Тут тоже выгорают плечи. Или загорает то, что там попало под солнышко. Удивительно в этом плане абхазия совершенно. Хотя возможно будет тут ну допустим хотя бы 30 человек. После этих поселенцев, посетителей. Мне бы так спокойно не удалось поснимать. Так что не всегда минус то, что кажется. Тут какие-то растения интересные. В общем он напоминает полевой хвощ наш. Да. Походу делает разновидность полевого хвоща. Он кстати довольно полезненький. Даже чисто для волос. Точно-точно полевой хвощ. Можно будет какой-нибудь кусочек взять на память. Надеюсь завтра в Гаграх у меня будет возможность купить какой-нибудь сувенир. Ну вообще я хотела какие-нибудь. Читала там чаи. Еще какие-нибудь иные сладости. Может быть. Никаких дурядских магнитиков я не собираюсь покупать. Человек один у меня когда полгода назад узнал. Ну я только купила января. Она типа привезешь мне магнитик. Но она со мной как-то не особо контактит. Я вообще не понимаю смысла ее возобновления и общения. Но так как больше никаких воплей не было. Типа привези мне магнитик. То я думала магнитик не нужен. Правильно я думаю да? Смотрите я вижу такое в общем толстенькое. Без листиков растения. Думаю можно его как раз. Но наверное хочет. Говорит Лёля возьми меня на память. Сделай из меня отвары эти волосы. Они будут пышными и шелковистыми. Я отсюда тоже вид неплохой. И вот у нас в деревне есть маленький кустик. Ну по сравнению с этими деревьями акации. А тут прям целое дерево. Я думаю тут как-то можно пройти. Но видимо тоже надо как-то постараться чтобы пройти. И внутрь попасть. И тут прилично этого. Какого там полевого хвоща. Сена. Ну а здесь вот прям словно маленькая осень. Внутри летов. А вон там камни и какой-то этот. Стелла, не Стелла. Чтоб такое в общем было. Тут детям хорошо играть в прятки. Сыр. 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 Даже чисто за природой. Я считаю, что то, что я рыбалтура организовала с этими двумя экскурсиями, ну, вообще они как бы три экскурсии в два дня, в конце путешествия, это очень даже нормально. Вот как бы кто захочет позагорает, кто захочет погуляет, тот насытится природой, потом проведет себе экскурсии парочку, день отдохнет, и одел собирайтесь домой. Конечно, при желании тут можно самим взять экскурсию какую-нибудь, да, вот туда уже непролазная трава. И тут оно как бы, такой сусне, это какая-то каменная штучка, может быть, тут какое-то строение было, возвышение такое. Допустим, напоминает, как в Ескино, бывшие основания дома. Знаю, вот эти вот цветы, было бы интересно узнать, что-то такое. Ну, это шишка или еще чего-то, это, походу, дело гранат. Может быть, это и есть гранат, люди. Сухой старый гранат. Прикольно. Круто тут жить, ребяток. Ну, если развивать сельское хозяйство и животное общество. Я, кстати, видела у Алисы мобильный телефон, но он как смартфон. Тут вообще так удивительно все сочетается. Wi-Fi, смартфон. У кого-то есть стиральные машины, просто машины крутые. Я так поняла, что товарищ, что вчера заселился, ему очень скоробило, что уборщицы уезжают домой на такой машине. Я говорю, они не уборщицы. Даже если они уборщицы, будто вот... Не люблю совершенно таких людей, которые считают, что деление там на профессии, это какой-то вот, ну, недостаток человека. Каждая работа, сама по себе работа, как бы цена. И относиться так вот к людям, в общем, биомусор, я считаю, таких людей, они очень мне такие не нравятся. И вот только что, ну, буквально минуты три назад, вылезла от культуры, чтобы с ушами было, говорит, мало. Я ведь совсем не подумала, что тут могут быть жопы с ушами. Спасибо тебе, дьявол, что тут их мало. Ну, если с ушами, то можем подойти под лево, к тому белому цветочку. Ну, больше я в такие лебена не полезу, потому что как-то, может, еще и как-то поднимешься, спускаешься всегда как-то проблемно. Даже не буду близко подходить, потому что хоть и скошено, но трава все равно какая-то неровная, высокая. Это, по ходу дела, та самая ежевика дикая, декоративная или что-то такое. Ну, и как мне Альса говорила, тут... А капси дофига. Я в санамке. то как бы не такое чтобы есть больше в блочках но все равно чувствуется вот это жара нет у меня красивая плеч этой тряпочки мягкой чтобы лицо потереть я только бумажная где-то салветочка я когда гуляла то у меня по дороге телефон словил интернет вай-фай ли она до пароля мастера лазом женщина мне вот тогда встречал по поводу олеандра у нее страница вконтакте она занимается удачей комнат летний период и у меня там написано значит типа это окном у нас пользуются думаю поле это наверное вот как раз так самая территория ну что как раз ее интернет именно там читался это или она свой личный вай-фай интересного тут грибы растут ну что так вот взять вот но россия россии средняя полоса грелом сейчас я пока дойду до номера заодно проверю дальний свет а потом вернусь сюда очередное опровержение паре групп глупых отзывов которые читала об этом пансионате сейчас я шла кстати свет уже дали меньше часа наверно прошло и под душу потому что такая чекожирище меня оксана спрашивала одна из сотрудницы нужно ли у меня убраться но я буду будет нормально и она сказала что если что то сказать ей сейчас я вижу что родину не совсем нормально но принципе может быть завтра и скажу христики ближе после обеда может так так что на тему того что они якобы не убираются не предлагают это все фигня во первых можно самим подойти попросить если нужно во вторых они предлагают муж также ко мне предошла плачка во второй день бытия и сказала что ну я такая-то такая то что если нужно сменить белье обращайтесь хотя белье в принципе менять раз пять дней где-то так но и также по обращению я вижу Субтитры сделал DimaTorzok Не обязательно же постоянно что-то говорить. Можно и птичек послушать. Солнышко зашло за облачко. Может вечером дождь будет, может нет. Но стало явно прохладнее. А то я даже душ принимала. Какое-то сухое растение. Может быть сегодня, а может уже завтра дойду до туда. Сегодня после обеда, может не сразу, конечно. Думаю сходить до пляжа. Учитывая, что солнце капает на меня только так, то я, как и вчера, просто в воде немножко посижу. Но вчера вода была холодная. Относительно того, что во второй день бытия очень теплая была вообще. На третий день бытия чуть прохладнее. А вчера, может сказать, что вообще такая холодная. Как вот у нас, допустим. В какой-нибудь речке. Что-то так иду и понимаю, что ловлю себя на мысли, что пытаюсь найти. Ой, где же тут смородина-то с самочевом. Это, наверное, кормушка у них или что. Я почитала, что где-то с ноября по январь тут идут холодные такие дожди. Ну так конкретно, пасмурно. Ну и, наверное, слегка прохладно. Нет, это не кормушка. Хотя, может, какая-нибудь птичка прилетает. Тут ей что-нибудь положили на клюв-клюв. Вот тут на днях за забором коров пасли. Пять штук коров. Три рыжих, два черных. Ну, такие ближе к темно-коричневому. Какие-то болячки. Не только у нас деревья болеют тут. Что-то такое, что вот где я фоткала зеленого паучка. Только здесь оно более высокое и большое. И вообще оно мне что-то сейчас напоминает какой-то шиповничек такой. Потом подойдут к тем деревам. Прикольно, кстати. Я там здоровалась со всеми подряд. Сейчас вышла на балкон и не поняла. Думала, что этот наш турист, вчерашний прибывший. А оказалось, это сотрудник. Ну, он сено убирает, еще что-то делает. И со мной так здравствуйте. Я так тоже, здравствуйте. Потом думаю, неужели меня видно? Ну, видно же. Это я такая слепая курица не вижу. В общем, не то чтобы только что, но где-то полчаса назад пожелали здоровья. И я ответ тоже пожелала его. Муравьи. Не знаю, видно было в камеру или нет. В общем, тут есть муравьи, но не так, чтобы уж совсем дофига. Это листики. Ой, то ли грецкий орех, то ли слива, то ли яблоко. Может быть что же слива, о, вблизи, да, по ходу дела это слива, крепкое зеленое слива, сливовое дерево. Потом я вернусь туда, очень много слива, надо сюда приезжать, когда слива созревает, ходить так и есть ее. Я надеюсь местные ее все таки обирают, варят там из нее что-нибудь, ну не пропадать же и тут, come on. Одна он уже ранее созревшая, ну или как в России некоторые фрукты вроде как бы раньше всех созрели, а на самом деле они просто приболели и решили кинуть копыта. Что-то так красно, простой лобчик. Ну где же, где же у них этот эккалипт? Как бы лысый. Кстати, мы находимся за кухней, ну которая особая. вон тут еще одна. Ну а это что-то другую, ну что-то яблоки. Иди, арики. Иди сюда, яблоки. Неровная поверхность. Ладно. Клен. Пока не мере он похож на клен. Он такой какой-то мякоень. Может это не совсем клен? Что-то подобное вижу. Может это эккалипт? Только листья у него какие-то. мне казалось они круглые. Вон там кажутся пень. Вообще, кстати, пальмой эти листья, они такие. Лапка, которая держит эти листья, если их срезали, они такие деревянненькие. О, орехи были напротив кухни. Она будет глянуть. По виду может быть это и правда орехи. Очень необычное растение. Бутылка. Какой-то турист. Прошлогодний видимо виданул. Все приблизится. Что это? Хотя я же могу с другой стороны потом подойти к асфальту. глянуть. А вон красная штука мне очень интересно. В смысле растение какое-то красное. Тут всякие палки, надо быть осторожным. Сушеные палки. На щелк не край, а вон красный. Не знаю правда считать так местные или нет. Дrans呑態 sche console где-то отличается от grup. Но один из оторран Ла. По кругу зоадцать. По кругу зоадцатьилости. Использовать Ну-ка, красное это дерево, почему оно красное. Тут поближе есть какие-нибудь веточки с красным деревом. Удивительно. Тёмно-зелёное такое, на просвет как красное. Что это? Тёмно-зелёное. Тут, наверное, мороженое продают, когда много народу. Я, наверное, довольно странный турист, для них с камерой тут хожу, всё снимаю. И тут болячки. Тёмно-зелёное. 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 Да, и это слива. Там вон собака ходит. Иногда тут какая-то ходит, может местных чья. Вот эта штука мне интересна, большая такая, но она похожа как водокачка или что-то такое. Да, вон, слива падает, на землю львёт. Лишние опали. Ну, снова тут опала. Птички, сожрите лишние сливы. Так, где мы были-то, у того дерева были? Потом к тому большому подойду, зелёному, гляну, что это такое. Машинка едет. Машинка едет. Все надо собирать. Вот наконец-то я сюда подошла. Первые два дня как-то мне неудобно было сюда подходить. Ну, как обычно, короче. Куда-то машинка пропала. А нет, стоит. Может быть там сено собирать будет. Потому что там оно, в принципе, тоже есть. Да, наверное, после обеда я тут прогуляюсь. только для начала посижу на качальке. Ух ты. Большое дерево. Оно как с такими же штуками. Я уже видела только другие листья. Чего это такое? Интересное какое. Издалека похоже на ёлку или лиственницу. А это и не то, и не другое. Хотя вот малюсенький кусочек на к яме прицепился. Наверное, хвоей пахнет. Он такой, своеобразный хвоей. Интересная штука. Наверное, хоть оно и на территории находится, но не совсем этого самого, что тут так уже такие заросли идут. К этой страшненькой штуке не подойти. Изначально она меня пугала. А вон там какая-то аллейка. Туда дальше. Ну, она как бы загорожена. Но, видимо, была какая-то аллея изначально. Ну, может быть, в Советском Союзе еще. Все очень нравятся мне такие места. Не знаю, как он. Да, тут, наверное, даже какая-нибудь дверь была. Ну-ка, все приблизи, что там. Ну-ка, все приблизи. Ну-ка, все приблизи. Ну-ка, все приблизи. Вот тут полуплесек. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Труба. Труба-провод. Да, может быть, что-то завтра там прикуляемся. Пальц мой, в кадр возьмись. Приличная такая территория. Не все тут по елкам гулять. По соснам теснее. А это на самом деле не трубы. Это какое-то все же здание было или что-то такое техническое. Птичка. Оно на нас едет ли как? Что-то я приблизила слишком близко. Я люблю сушить сушить. Сушить Administrator. Есть. второй раз вижу вот такой вот кстати у меня камера практически разряжается она будет ставить на зарядку первая линия все бы ничего на этот горячный пляж в следующий раз если где увижу что горячный пляж то не в жизни поеду если только будет куча-куча экскурсий все будет не до пляжа или в какое-то другое время не пляжное что очень больно ногам непривычно мне писали в каментах что какие-то там тапочки специальные это продают у нас ничего не продают и я сегодня специально посмотрела люди ходят без тапочек в смысле голыми ногами не знаю что им привычнее как-то не болевый порог какой-то иной у меня аж ноги сводило иногда первый раз я конечно зашла чуть выше колена мы были очень сильные волны и в итоге меня вымела на берегу ближе к берегу а теперь вот что-то чуть выше си палатки только захожу но там очень долго надо идти чтобы было хотя бы по колено мне сначала показалось что-то как туман потому что однажды тут перед дождичком был точнее после дождичка был такой туман и по ходу дела тут вот вчера темнело чуть на 5 минут позже сегодня тоже как-то не так еще темно как допустим первые дни моего бытия здесь в принципе знала бы это нужно было еще бы немножко погулять как-то человек на плату плывет мне эта камера включила тут слышно наверно музыка играет в соседнем кафе в общем какие-то плюсы есть во всем этом ну мне жалко что я вот хотела конечно не умею плавать но у нас все сюда приехала и тут оказалось внезапно море и я хотела немножко все-таки по воде нормально походить а не только сидеть у бережка наполовину в воде но эти камни с волнами когда идет мне даже к ногтю что-то такое ну не сам не под ноготь конечно но рядом и мелкие камушки впиваются в кожу очень неприятно и больно на самом деле хотела я сегодня специально там у них это мама с дочкой оказались облюблен и мама сидела в песке а душка плавала постоянно ее звала в воду и я хотела думаю подойду они ходят в каких-то тапочках спрошу что за тапочки где брали а оказалось не просто в обычных тапочках ходили а в воде уже вот дочка была без тапочек голыми ногами но тоже сначала как-то обрекалась я так поняла по ее жестам в итоге она там вполне себе уже нормально как-то и плавала и все мне кажется если не умеешь плавать то эти камушки как-то не сильно напрягают вот мой приятель тоже не востоке от этих камушков я хотела заснять просто мне казалось что только туман но наверное это просто вечернее такое море потому что все таки видно грань с небом в тот раз тогда вообще была такая белоперина видимо это свете который дядечка раскинул сегодня уже у нас свет не горит видимо тут вчера приехал новый человек все такое в ажуре свет горел по лестнице не могло подниматься я очень надеюсь что у них в этом году все таки будет приорит туристов потому что место само по себе неплохое кормят очень вкусно ну то что вот тут как-то так вот мы очень если бы не растение тут было бы очень скучно на самом деле ну я вот тут как-то всякие разные нахожу мне это интересно но у меня в средниках деревни в деревне то что отдых людей нету с одной стороны мне может быть и нас было что так вот что-то подобное сделать отдохнуть без людей в другом месте в другой стране начало лета открывать другой стране ну и новое поселение в общем посмотрю когда приеду в Углич и когда это все закончится поеду в поезде и какая я вернусь как у меня буду состояние и там уже пойму отдохнула я тут или нет ну по крайней мере я давно хотела в Абхазию и в чем-то и я вот тут побывала может буду знать что это но если честно пока у меня желание такого нет сюда возвращаться даже если допустим попаду в туристический сезон пик такой что тут будет много народу допустим именно тут ну и завтра вечером у меня с 5 часов меня вот от тех ворот забирают будут вечерняя гагра экскурсия там очень много всего перечислено 3 часа у нас будет автобусно-пешеходная автопешеходная экскурсия и я надеюсь это мне как-то гладит впечатление ну и еще следующий день тоже будут 2 экскурсии даже 3 потому что пещеры отдельно доплачиваешь если хочешь ну я соответственно хочу сходить 500 рублей пещеры плюс 350 экологический сбор обязательный и надеюсь что вот эти вот основные виды основные места которые как бы нужно посетить будучи в абхазии основные места основные экскурсии которые бывают в абхазии не какие-то там грязевые ванны лица по этом роде а именно то что центр абхазии скажем так культурный центр абхазии то я случайно мне все хотелось заглянуть туда там он все-таки на кресле сидит этот дядечка это наш сторож вчера их было двое но я не знаю сколько вообще их по ночам но вчера что-то так тут шевелась а в темноте вообще шифровалась а потому что он мне очень хотелось общаться с нашим новым постояльцем а он я так понимаю если бы увидел где я конкретно обитаю то приперся бы в ноте очень редко встречала таких людей которые с перворазными как не понимают и конкретного отказа от общения тоже и вообще не не знаю я была подумала мысли такая провелась в голове врагу не поставишь совет не пожелаешь сейчас подумала есть ну как уже не есть была у меня одна подруга в кавычках которая настолько доставучая была вот мы с ней пообщаемся в реале а потом она достает 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 осень свет включился в этом самом вконтактике еще где-нибудь ужасно девочка ей бы я посоветую пожелала бы такого мужика как нас постояле хорошо что он не знает чем я занимаюсь на смысле переводами манги смотря ним и наверно там вообще был поток словесный фонтанный негативный вот так с